САМОУНИЧТОЖАЮЩЕСЯ СМС В первой части данной главы мы говорили о проблеме безопасности СМС. Во второй части рассказали о том, как анонимно отправлять СМС. Теперь речь пойдет о защите самих сообщений. Сегодня почти у каждого пользователя телефон имеет возможность открывать ссылки для просмотра сайтов. Это позволяет нам использовать одноразовые заметки, такие, как мы использовали для разрыва информации. Для создания одноразовых заметок мы будем использовать сервис привнот.ком. Привнот позволяет создавать заметки, которые навсегда уничтожаются после прочтения. Подробнее о работе данного сервиса мы уже рассказывали в главе под названием «Разрыв целостности информации в переписке. Сервисы одноразовых записок». Вы создаете сообщение через сервис привнот, а адресату отправляете только ссылку на одноразовую заметку. Ссылка привнот представляет собой адрес сайта, идентификатор заметки, клиентский ключ. Клиентский ключ хранится в ссылке в виде Encore, или по-русски якоря. Encore – часть URL, которая идет после идентификатора заметки и не передается на сервер, по ссылке, которую вы видите на экране, раздел 2.4.1. Браузер эту часть ссылки не отправляет, а сервер не принимает. В итоге клиентский ключ не покидает пределы компьютера клиента без его желания. Владельцы привнот теоретически не могут расшифровать вашу заметку. Вы не обязаны использовать привнот. Есть множество сервисов с аналогичным алгоритмом работы. Например, one-time-secret.com или tmwsd.ws. Одноразовая заметка сама по себе не защитит вас от перехвата и прочтения SMS. Но она сделает невозможным незаметное чтение заметки, потому как конечный адресат уже не сможет открыть ссылку, если ее читал кто-то по пути до него. Кроме того, хранение использованной одноразовой ссылки на заметку у оператора или на телефоне не может нести угрозы, поскольку прочитать заметку второй раз невозможно. Защита SMS от перехвата Если вы хотите защитить SMS от перехвата, при создании одноразовой записки укажите пароль, без которого просмотр скрытой информации будет невозможным. Естественно, ваш собеседник должен знать этот пароль. Совет. Защитите свои SMS от перехвата. В нашем курсе мы не рекомендуем всю информацию передавать через привнот, а создавать так называемый разрыв информации, когда часть сообщения передается в открытом виде, а другая часть через сервис самоуничтожающихся записок. В итоге не там, не там нет целостной информации. Огромный плюс привнот в том, что даже если устройство вашего адресата попадет в руки недоброжелателей, или сам адресат решится шантажировать вас переписками, то он не сможет восстановить целостность данных и прочесть сообщения, которые были переданы через привнот. Совет. Создавайте разрыв целостности информации. Проверяем, не читают ли наши SMS. Проверить, не читают ли ваши SMS, можно, создав ловушку для хакера. Мы уже рассказывали об этом в главе под названием «Ловушка для хакера. Проверяем, не читают ли нашу переписку». Общий смысл таков. В сообщение добавляется ссылка-приманка, об открытии которой незамедлительно станет известно отправителю через e-mail оповещение. Получатель при этом должен быть предупрежден и не открывать ссылку. Если ваши SMS читают, недоброжелатель захочет посмотреть содержание приманки, и тем самым вы поймете, что в вашей переписке появился третий участник. Совет. Проверьте, не читают ли ваши SMS. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, ставьте лайк и не забывайте посетить наш сайт и группу в Telegram. Ссылки в описании к этому видео. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok